В статусе долгостроя для жителей Артёмовского городского округа является один объект, расположенный непосредственно на территории города. Это здание поликлиники, которое зияет пустыми глазницами окон семи этажей вот уже более 20 лет. Когда решится вопрос по этому долгострою, пока неизвестно. Что же касается обманутых дольщиков, кто с намерением приобрести квадратные метры в городе Екатеринбурге вложил деньги в долевое строительство и уже смирился с обманом. Таких на территории округа, если есть, то единицы. В основном проблема обманутых дольщиков охватила те территории Свердловской области, где подобное строительство велось. И стоит отметить, сегодня работа по решению проблем обманутых дольщиков Свердловской области близится к логическому завершению. К концу 2015 года планируется закрыть вопросы практически по всем долгостроям. Вопросы защиты прав граждан, участников долевого строительства и недопущения появления новых проблемных объектов. Строительство стали темой совещания, проведенного губернатором Свердловской области Евгением Куйвышевым и руководителем рабочей группы Президиума Генсовета Единой России по защите прав вкладчиков и дольщиков Александром Хинштейном. В совещании приняли участие члены правительства Свердловской области, представители муниципальных властей, правоохранительных органов и строительных компаний, а также участники долевого строительства. Работа Свердловской области по решению проблем обманутых дольщиков идет очень активно. Мне есть чем сравнивать, поскольку впервые мне пришлось столкнуться с этой тематикой еще здесь в 2006 году. И, честно говоря, тогда трудно было представить, как такое количество проблем, одномоментно сформировавшихся в регионе, может быть разрешено. Тем не менее, время показало, что не бывает нерешаемых задач, бывают люди, которые эти задачи решать не умеют. И все это дает мне основания надеяться и верить в то, что в самое ближайшее время оставшиеся проблемные дома на территории Свердловского региона будут также завершены, а дольщики получат свое жилье. Евгений Куйвышев сообщил, что на сегодняшний день осталось еще семь недостроенных домов. По всем ним власти региона держат руку на пульсе и знают, как в итоге разрешить ситуацию. Всего же за последние годы в регионе были введены в эксплуатацию около 40 долгостроев. В свои законные квартиры въехало почти 3000 уральцев. Участники совещания детально рассмотрели ситуацию по всем недостроенным объектам жилой недвижимости, работа с которыми будет вестись в 2015 году. Дом по улице Шевелева-1, дома по улице Фрезеровщиков-Космонавтов, дома в квартале улиц Рощинская, Якутская, Патриотов, а также улиц Мира, Гагарина, Вишневая в Екатеринбурге. Дом по улице Удовенко в Нижнем Тагиле и по улице Папанинцев в Первоуральске. По всем объектам губернаторам были поставлены четкие сроки решения оставшихся вопросов. Что касается решения проблем дольщиков в микрорайоне на улице Рощинской, непосредственно на совещании по поручению губернатора было подписано отдельное соглашение. Глава региона также рассказал, что в прошлом году на дополнительный контроль правительства Свердловской области по причине многочисленных систематических жалоб и обращений граждан были поставлены еще четыре объекта в Екатеринбурге, Ревде и Первоуральске. Все эти случаи требуют нашего пристального внимания и контроля. И уверен, общими усилиями органов власти и общественности мы сделаем все необходимое, чтобы защитить права людей, ограничить доступ на рынок строительства жилья тем застройщикам, которые показали свою неспособность вести честный бизнес и работать по правилам. На совещании было отмечено, что 2014 год в Свердловской области стал рекордным по темпам строительства жилья. В настоящее время на Среднем Урале ведется строительство 286 многоквартирных жилых дома с привлечением денежных средств в граждан. На рынке действует около 180 застройщиков и их дочерних компаний. Чтобы сохранить положительную динамику ввода жилья и избежать возникновения новых долгостроев, надо уделить самое пристальное внимание развитию строительного рынка, работе с надежными и ответственными застройщиками. Александр Хинштейн отметил важность соблюдения законодательства в сфере строительства и недопущения в будущем появления на строительном рынке старых сценариев. Также важным вопросом, которому губернатор и руководитель рабочей группы по защите прав вкладчиков и дольщиков уделили на совещание особое внимание, стала оценка работы органов местного самоуправления по реализации областного закона о поддержке дольщиков, которые не имеют ни застройщика, ни объекта, который можно было бы достроить. По состоянию на 1 сентября 2014 года Управлением Государственного строительного надзора Свердловской области в областной реестр включены 536 граждан с целью оказания им поддержки в соответствии с областным законом. Всем гражданам, состоящим в областном реестре, планируется оказать поддержку до конца текущего года.